добрый день меня зовут Евгений Божьев сегодня хочу поговорить на теме которая вот уже навязла в зубах везде сплошь и рядом последнее время нам рассказывают о том что у нас загущается кровь сгущается что ее надо разжижать для этого назначаются аспирин для этого назначаются пиявки и всякий 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 другой около медицинский бред давайте разберемся что такое вообще густота густота как мы помним это соотношение между твердыми элементами и жидкими элементами в каком-то растворе ну например если вода мы говорим жидкая не густая то кисель например это густой да вот то есть вот вот разница так вот в крови в крови есть в физиологии есть такое понятие соотношение которое показывает соотношение между твердыми элементами крови и жидкостью непосредственно вот это этот показатель он всегда стабильный он не зависит практически от того сколько мы пьем или сколько мы не пьем даже если человек там неделю вообще не потребляет воды то вот этот показатель он держится стабильным почему потому что стоит на самом деле крови стать более густой или более жидкой и мы сразу же умираем то есть организм это прекрасно знает и он отовсюду будет убирать воду и вводить ее туда куда нужно в кровь там для того чтобы организм выжил потому что все направлено в первую очередь на выживание поэтому этот показатель всегда остается одинаковым и меняется в очень 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 небольших пределах поэтому когда нам говорят о загущении крови это бред загущение крови не бывает хорошо а что тогда делает аспирин аспирин делает совершенно другую вещь то он никакого отношения к вязкости или густоте крови не имеет аспирин делает одну простую но только у него единственное свойство он эритроциты когда у нас находится в краю в крови они должны задача эритроцитов переносить кислород соответственно в легких они кислород набирают а потом попадая в капилляры они должны кислород отдать так вот чтобы эритроцит эффективно отдавал кислород он в капилляр входит не ребром вот так вот вот сворачиваясь трубочку то есть диаметр капилляра всегда меньше чем диаметр эритроцита эритроцит сворачивается в трубочку и только в таком свернутом виде проходит капилляр почему а потому что тогда он отдает кислород по всей своей поверхности через всю поверхность идет передача кислорода в ткани не просто так это все сделано соответственно когда у нас кровь закисляется эритроциты вместо плоских становится такими набухшими кругленькими и они уже свернуться в трубочку не могут соответственно они не могут попасть в капилляр и соответственно возникает дефицит кислорода в тканях то есть эритроцитик эритроцит кислород содержит а в ткани он ее не передает вот такая вот вот интересная особенность соответственно после того как они набухли еще через какое-то время при закислении они слипаются друг с другом так вот образуя так называемые столбики лимонетные столбики их называют так вот единственное что делает аспирин препятствует слепанию но аспирин это ацетилсалициловая кислота когда человека сажают на аспирин его сразу же что делают закисляют внутреннюю среду и то есть кровь соответственно все эритроциты которые еще не были набухшими начинают становиться набухшими соответственно передает передача кислорода в ткани еще больше ухудшается и поскольку это чаще всего назначают аспирин после инфаркта то есть инфаркт недостаток притока крови недостаток кровоснабжения в первую очередь кислорода в мышцы сердца соответственно назначая аспирин мы мы препятствуем склеиванию но еще больше препятствуем опять передачи кислорода и назначение аспирина после инфаркта фактически не просто торит тропу а мастит широкое шоссе прям вот такого тут макат к второму инфаркту поэтому вот такие вот особенности есть поэтому назначают аспирин на самом деле не знаю не понимая конечно этого не для того чтобы разжижить кровь убрать ее сгущение до сделать ее более жидкой а для того чтобы человека добить врачи это делают не сознательно поэтому они просто не понимают что творят и еще такая вещь как пиявки что делает пиявка пиявка тоже никакого отношения густоте крови не имеет слюна пиявки вызывает одно простую одно одно одним единственным действием обладает которое важно для нас она нарушает два из 12 факторов свертывания то есть блокировать свертывание крови и мы все знаем что на самом деле когда ставят пиявки потом долго долго несколько часов там кровь идет идет и идет вот именно поэтому это единственное действие пиявки никакого отношения густоте крови он тоже не имеет она не разжижает кровь она не препятствует слепанию эритроцитов не препятствует набуханию их и так далее и так далее и так далее она просто блокирует факторы свертывания вот и все поэтому давайте когда нам сейчас пытаются говорить о том что у вас там густая кровь и ее надо разжить и там назначают какие-нибудь аспирин содержащие препараты или рекомендую делать пиявки понимать включать головы понимать что на самом деле то о чем говорят либо человек не понимает вообще о чем идет речь и неосознанно вас пытаются ввести в заблуждение либо что еще хуже вас пытаются просто развести как лохов вот поэтому думайте ваше здоровье первую очередь нужно только вам всего вам доброго